Привет, мои хорошие! Рада вас видеть на своей страничке. Меня зовут Дарья, и вы на канале Дарья Арт. Рисовать может каждый. Сегодня мы поговорим про книги для творческих людей. Издательство Манн, Иванов и Фербер прислали мне замечательные книжки на обзор. И сегодня я хочу с вами ими поделиться, ну и по традиции объявить конкурс. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первым делом я вас познакомлю с взрослыми раскрасками. Сейчас пошла огромная мода на такие красивые иллюстрированные книги, которые именно являются раскрасками для взрослых, где собраны сложные сюжеты с всевозможными мелкими элементами. И мы можем с вами часами сидеть над раскраской, медитируя ее раскрашивать. И вот автор первой книги, с которой я вас познакомлю, Майк Медалья, совместил медитацию и раскраску и создал такую книжку «На год мудрее. Одна медитация в день». Когда вы открываете эту книгу, вы погружаетесь на самом деле в мир медитации и буддизма. Каждая страница посвящена одной цитате какого-то мудрого человека. И раскрашивая эту страницу, вы периодически перечитываете эту цитату и начинаете думать и философствовать на эту тему. Думаю, замечательно именно направлена книжка для такого душевного спокойствия. Если вдруг навалилось что-то на плечи, вы ее открываете, раскрашиваете, расслабляетесь. И на самом деле становитесь немножко мудрее после небольших таких медитивных сеансов. Также эта книжка понравится тем, кто любит дорисовывать иллюстрации, кто любит добавлять свои элементы. Потому что в данной книжке есть свободные места для вашего творчества, где вы сможете добавить свою изюминку в вашу книгу. Ну и если смотреть по качеству листов, то данная бумага не выдержит акварель. Она предназначена только для цветных карандашей. Это, конечно же, минус, что бумажка недостаточно плотная. Также маркеры тоже не подойдут. Исключительно цветными карандашами вы сможете раскрашивать данный сюжет. Просто открывая любую страницу, вы натыкаетесь действительно на удивительную цитату. Например, открыла и сразу вижу, говори мало. Это значит, что можно переходить к следующей книге. Следующая книжка тоже является раскраской для взрослых. И я считаю, что она требует большего внимания. Потому что именно по своему дизайну, оформлению и самое главное по содержанию раскрасок, она меня удивила и немножко даже поразила точностью передачи архитектурных сооружений. Говорю я про удивительное строение. Автор Стив Макдональд. Такая вот замечательная иллюстрация. Когда вы открываете первую страницу, вы погружаетесь в мир архитектуры. Данная книжка полезна даже тем, что в ней можно подчеркнуть композицию и компоновку изображения. Также здесь очень красиво и правильно передан линейный рисунок, что с помощью линий очень четко передается объем. И, конечно же, здесь очень грамотно и четко передается архитектура. Если вы занимаетесь скетчингом, если вы любите делать архитектурные зарисовки, то на эту раскраску я посоветовала вам обратить внимание, потому что здесь можно подчеркнуть технику и идею выполнения данных зарисовок. Ну а если вы любите раскрашивать, то тоже данная книжка вам очень понравится, потому что именно эти раскраски, я считаю, можно после их раскрашивания врезать, оформлять в рамку и вешать на стену, потому что действительно сюжеты удивительные. Сюжеты очень иногда даже поражают воображению своей сложностью и обилием мелких элементов. Поэтому присмотритесь. Удивительная раскраска по плотности листы. И вот не чем у предыдущей книжки. Здесь я считаю, что не могу сказать, что прям можно работать акварелью, но акварельными карандашами можно и местами их размывать кистью. Также, к сожалению, не подойдут яркие маркеры, но цветные карандаши, акварельные карандаши дадут вам тот эффект, такие раскраски яркие, которые удивят и вас, и ваших знакомых. Следующую книжку, которую я вам покажу, конечно, спорно назвать творческой, но я решила вам ее показать, и мне ее прислали. И просто, когда я открыла посылку, увидела эту книгу, я была очень удивлена и, главное, поражена, как точно люди подгадали, что я очень люблю историю. И история искусства, это, конечно же, ванлав, но и просто история. Это тоже один такой пунктинг, который мне очень нравится, и я люблю собирать книжки по истории, у меня есть и учебники по истории, которые я перечитываю, и я считаю, что каждый человек в нашей стране должен хорошо разбираться в истории не только своей страны, но и вообще вселенной и мира. И получила я вот такую замечательную книжку, называется она «Хронология», автор Петр Гус, и эта книжка «Путешествия сквозь года», и это не просто путешествия, здесь каждый разворот посвящен определенной эпохе. Представляете, от самого большого взрыва до наших дней каждый разворот кратко освещает историю. Эта книжка, конечно же, рассчитана на детей, но я была просто в восторге от качества из-за иллюстрации, то, что действительно они интересны, действительно чек считается, и это все легко усваивается в вашей голове, и вот эта хронология, она дополнительно усаживается в недрах мозга, и мы с вами уже точно знаем, что за чем идет. Данная книжка мне действительно очень понравилась, понравился ее формат, понравилось ее оформление, качество листов, понравилось все в этой книжке. И прежде чем перейти к конкурсу, я кратко расскажу новости, что же происходит в моей жизни. Первая новость – это то, что у меня открылся письменный блог. Если вам интересно, если вы хотите более подробные обзоры, фото мастер-классы, то это все будет именно в этом блоге, поэтому проходите в описании под это видео, смотрите ссылочку, подписывайтесь на блог, если вам, конечно, эта тема интересна. Следующая новость – это все те же воскресные рисовашки. В это воскресенье я опять набираю группу, поэтому если вам интересно, и вы хотите со мной в онлайне, в прямом эфире порисовать, то обязательно заходите, опять же, в описании под это видео, открывайте ссылочку на воскресные рисовашки и записывайтесь в группу. И последняя новость – не забываем, что скоро ночь Ван Гога с 22 по 24 число, где я буду выступать в качестве спикера, художника, учить, рисовать, всех вдохновлять, поэтому если вам интересно, если вы живете в Москве, то приходите на это огромное творческое мероприятие, будет весело. Обзор новостей закончен, и мы переходим к конкурсу. В данном конкурсе я буду разыгрывать вот эти вот две замечательные книжки, раскраски для взрослых. Если вам интересно, если вы хотите получить эти книжки, то обязательно участвуйте. Итак, условия очень просты. Первое – это, конечно же, подписаться на мой канал на YouTube. Как без этого? Если вы еще не подписаны, смело подписывайтесь, у нас здесь весело. Второе – это нужно быть подписанным на меня в Instagram. Тоже обязательно подписывайтесь, там я делюсь своими работами и не только. Третье условие – это написать свою историю, то есть в своем Instagram вы делаете себя на фоне ваших работ, либо на фоне вашей творческой полки, как в моем случае, либо в процессе работы, как вы рисуете. На этой фотографии обязательно должны быть вы в процессе творчества, то, что связывает вас с творчеством. И под фотографией вам нужно написать пост, как вы начали рисовать. Расскажите свою историю, как вы к этому пришли, с какого возраста вы рисуете, что вам нравится рисовать, сразу ли у вас все получилось. Напишите, будет интересно почитать, и лучший рассказ, лучшее такое повествование получит книжки. Выберу я двух счастливчиков и разошлю им эти книжки. Конкурс только для тех, кто живет в России. Победителей я объявлю в следующую среду, также в видео на моем канале. И в эту же среду я расскажу вам свою историю, как же я начала рисовать и как я стала художником. Если вам вот интересно, то обязательно в следующую среду заходите на мой канал и смотрите это видео. Ну и, конечно же, узнавайте победителя, возможно, это будете вы. И, конечно же, не забудьте поставить хэштеги ДериАрт, Рисуюсь ДериАрт, Конкурс ДериАрт и Моя История ДериАрт. Как вы понимаете, ДериАрт надо писать везде, чтобы вы не запутались и правильно проставили все хэштеги, еще раз просмотрели условия конкурса. Я все подробно напишу в описании под этим видео, поэтому смело заходите в него, там все ссылки, подробности про конкурс. И, конечно же, все ссылки на все социальные сети тоже найдете в описании под этим видео. Ну, на этом все. Помните, что рисовать может каждый. С вами была ДериАрт. Пока-пока. Удачи в конкурсе. Субтитры сделал DimaTorzok